Вишневый спас в Патриаршем саду. Традиционный праздник вишни состоится во Владимире в это воскресенье, 10 июля. Каковы его особенности и чем он будет отличаться от прошлогоднего? Об этом говорим с начальником городского управления культуры Алиной Ведейхиной. Сегодня она гость студии 6 канала. Алина Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Алина Алексеевна, ну рассказывайте, традиционный вишневый спас в Патриаршем саду, каковы, наверное, главные его особенности 2016 года? Ну, во-первых, он юбилейный. В пятый раз в нашем городе пройдет этот замечательный, вкусный, лакомый праздник, который традиционно уже венчает макушку лета. Мы очень надеемся, что небесная канцелярия будет весьма благосклонна к нашей истории в этом году, потому что готовимся очень. Патриарший сад после своей реконструкции широко распахивает двери. Зовет, манит буквально всех на свои увлекательные интересности, коих мы в этом году запланировали, ну, в разы больше. Более того, мы сделали более четкое зонирование. То есть все зоны праздника будут определены, и можно будет выбирать то, что по вкусу каждому. Начиная от активных, деятельных, детских, разных и увлекательных опытов, и больших вишневых батутов, и стрельбы из огромной рогатки вишневыми косточками, и заканчивая тихими, спокойными зонами внутри Патриаршего сада, которых тоже будет много. Вообще сюрпризов приготовили огромное количество. Весь в Паске холм превратится в большую гастрономическую зону. Вишневый спас в Патриаршем саду – это всегда такой семейный, очень мощный энергетический праздник, на который идут с удовольствием. И, в общем-то, мы надеемся, что этот год не станет исключением. Что касаемо главного атрибута праздника, непосредственно самой вишни, хватит? Мы надеемся, Патриаршие сады сейчас ее запасают вместе со всеми своими юнатами. Такой момент, я помню, когда все начиналось, одна из проблем была, потому что праздник такой получился хороший, действительно, да, поехали туристы, пошли жители города, да, и узенькие дорожки Патриаршего сада, да, сложно справлялись с большим потоком людей. Да, вот эту проблему как-то удалось решить, потому что, наверное, дорожки все-таки шире. Удалось. В этом году мы серьезно поработали над логистикой. То есть при входе в Патриарший сад будет обязательно информационная стойка, где можно будет получить карту праздника. Более того, мы приготовили сюрприз. Будет определенная такая сеточка, на которой, если ты пройдешь все мастер-классы, которые приготовил для тебя Патриарший сад, участвуешь в лотерее с нешуточными призами. Призы очень весомые, хорошие, и мы надеемся, что таких желающих будет много. Наши партнеры, проекты этого, многие предприятия, организации, учреждения города Владимира, любят этот праздник не меньше, чем любим его мы. Поэтому Патриарший сад обновлен. Очень большая площадь, где теперь каскад фонтанов располагается. Там в 12 часов и в 18 будут два крупных концерта. Будет работать стойка, на которой можно будет записаться на экскурсии бесплатные по историческому центру города под руководством наших робингидов. Это волонтеры, которые так любят свой город, что готовы всем о нем рассказывать. И не только гостям, но и жителям. Потому что мы часто сталкиваемся с тем, что даже жители не знают обо всех как исторических реалиях, таких вот ценных, весомых, осязаемых города, так и о разных изюминках, диковинках, на которые тоже следует обратить внимание. Что касаемо летних точек активности и на Соборной площади, и на улице Георгиевская, в этом году мы очень много танцуем. Это с вашими профессиональными навыками связано? Ну, конечно, мы танцуем много. Это связано в первую очередь с тем, что мы эту насущную потребность вычленили, так скажем, по итогам прошлого летнего сезона. Мы видели, сколько инициатив частных, и все они были так несколько разбросаны. Теперь, благодаря тому, что у нас есть улица Георгиевская, улица искусств, мы это аккумулируем на улице Георгиевской, ну и, конечно, на Соборной площади уже полюбившиеся горожанам танцы. И у нас есть определенный график, все эти энтузиасты, которые этим занимаются, сейчас с людьми танцуют по определенному графику, еженедельно по воскресеньям можно это сделать, например, на смотровой площадке улицы Георгиевская. А вообще в центре у нас есть информационные щиты, на которые мы оперативно вывешиваем информацию по поводу танцев на Георгиевской, на Соборной площади, в Сквере Липке, ну, в общем-то, везде. А самый большой сюрприз мы готовим ко Дню города, конечно. Он будет связан тоже с танцами, но просто у нас затанцует весь Владимир. На Вишневом Спасе также танцы планируются? Обязательно будут танцы, но только, конечно же, там слишком уж эта тема благодатная с точки зрения лакомства, чтобы уходить и здесь тоже в танцы. То есть танцы будут по своему графику, а на Вишневом мы будем радоваться и угощаться. Спасибо большое, Алина Алексеевна. Мне остается добавить, что Вишневый Спас в Патриаршем саду состоится 10 июля. Начало праздника в 11 часов.